Каждая лошадка живет отдельно, это у нас самый молодой, он у нас на посту, это частная владелица. Бравый принц, он 4 года, поэтому у него еще даже игрушки висят, чтобы ему скучно не было. Он с Краснодара приехал, бравый принц. Это вот кормовая наша, где хранится запас из зерна. Да, запасов хватит еще и до следующего сезона, как говорится, что всегда держим на запасе. А вы их и летом кормите, добавки? Да, они у нас, конечно, полностью идет овес, ячмень, всякие добавки, сейчас покажу. Кукуруза, жмых, подсолнечника обязательно, потому что сейчас на самом деле и зерно истощенное. Сами знаете, да, урожаи плохие в этом году, у нас и овес шикарный. Здесь вот это вот два бункера полностью овес, то ячмень, в этом бочках все ячмень. Все, я говорю, сделано как бы это, своя дробилка есть, мы надо дробим, у нас получается не цельное зерно, а для переваривания, ну, улучшения пищеварения дробим сами. А сколько одна лошадь съедает сено в сутки? В сутки 12-15 килограмм. Ну, сено у них в постоянном доступе у нас. То есть они могут и 20, и 10, и 10? Да, мы его даем как положено, но в то же время, чтобы у них постоянно было сено, поэтому они, видите, у нас какие упитанные. А попить как? Расписание есть, у них режим дня мы соблюдаем строго, это утро, обед и вечер, и в промежутках мы поем. Если перед работой прям выводим за полчаса, знаем, что какая лошадь будет работать, допустим, после обеда, предварительно предлагаем ей попить, она попила, не попила, уходит на работу. После работы ни одну лошадь нельзя полтора часа ни поить, ни кормить, то, что она разгоряченная, она как спортсмен. Если пробежится, да, нельзя сразу пить, что будут всякие осложнения, так и у лошадей. А так, я говорю, вот если стоят без работы в холодное время суток, допустим, то у них у каждого стоит ведро с водой, надо, они попили, и подливается по мере надобности. Она же холодная? Нет, зачем у нас в конюшне и теплая вода, мы комнатную температуру, такую более прохладную делаем. Ну, сколько в конюшне температура? В конюшне 6-8. Это нормально для лошади? Да, иначе потом, когда жарко, тоже нехорошо, они начинают на улице выходить замерзать.